Эстафетой поколений завершился лыжный сезон в Ненецком округе. И он принес немало сюрпризов. Чтобы подвести итоги этого года и узнать о планах на будущее у наших лыжников, у меня в гостях председатель регионального отделения Федерации лыжных гонок России Роман Клистов. Роман, здравствуйте. Добрый день, Андрей. Роман, какие крупные мероприятия проходили в этом сезоне в нашем регионе? И насколько стал лыжный спорт популярен в округе? Ну, для начала, Андрей, я хочу сказать, что все мероприятия, которые проводились в округе, они проводились согласно календарного плана, утвержденного в начале года. Лыжный сезон в этом году был длинный. Начался он в ноябре месяце гонкой открытия сезона. И по два-три соревнования каждый месяц у нас проводилось. Хочу отметить, наверное, одни из самых крупных соревнований в этом сезоне. Это, конечно, такие соревнования, как «Лыжня Россия», которая собрала до 350 участников. Хотя годом ранее эти соревнования посетило чуть меньше 180. Финансирование этих соревнований частично шло из федерального бюджета. Федеральный бюджет в этом году включил наш регион в общероссийскую структуру соревнований по «Лыжне России» и предоставил для наших спортсменов 240 шапочек и номера, которые, естественно, были розданы участникам. Ну а так как я вот сказал, что у нас произошел, наверное, небольшой казус, да, такой, что участников было 350, а шапочек всего 240. Ну мы решили, что, наверное, было бы логичнее наградить только детей. То есть многим взрослым, так скажем, в этом году такого приза не досталось. Ну а номера хватило всем. А еще из участников можно отметить, наверное, участие губернатора Нинского округа, Игоря Викторовича. Да, первый раз за всю мою деятельность, что ли, в лыжных гонках, да, и участие в лыжных гонках. Я на самом деле был приятно удивлен, что эти соревнования в этом году посетил губернатор Игорь Викторович. Это ведет к тому, что наши руководители, наши руководящие звенья, да, наверное, заинтересованы в развитии лыжных спорта. Они видят перспективу лыжного спорта в Нинецком автономном округе. Ну и всячески пытаются даже участвовать. Роман, а расскажите, какими соревнованиями завершился сезон вот именно в нашем округе? Традиционно, да, сезон в нашем округе завершился таким мероприятием, как эстафета поколений. Эстафета поколений, ну, в этом году, как и предыдущие годы, было организовано клубом любителей лыжного спорта. Во главе стоит, возглавляет эту общественную организацию Александр Матвеев. Полностью они взяли на себя финансирование, организационную работу. В этом году было рекордное количество участников, достигло 180 человек. Формировались команды. Мед этом жеребьевке было 18 команд по 10 человек разных возрастов. Ну и в конце этого мероприятия было, каждому участнику был предоставлен сладкий приз, чаепитие, блины, ну и, конечно же, радостное настроение. И тем более, что нам повезло очень с погодой. Было солнечно и без ветра. Трасса была очень хорошо подготовлена. Роман, а расскажите, какие задачи перед спортсменами ставились на этот сезон? И, может быть, кого-то из лыжников можно отметить? Ну, что касается задач, Андрей, то можно разделить эти задачи, наверное, на такие два уровня. На глобальный уровень и на, что ли, локальный уровень. Ну, к глобальному уровню задач, да, мы каждый год, как предыдущий, как будущий год, так и прошедший год, мы ставим, конечно, это приобщение людей к здоровому образу жизни. Воспитание нравственного будущего человека, чтобы этот человек был социально ориентирован, находил в будущем свое место в жизни. Ну, и если касаться локальных задач, то, конечно же, перед спортсменами стояло ряд таких, ну, что ли, ответственных задач. Это удачное выступление на всероссийских, во-первых, соревнованиях. И второе, перед некоторыми спортсменами была поставлена задача выполнения норматива мастера спорта. Что успело достичь, наверное, я бы этому сезону поставил бы 5 с плюсом. Потому что, во-первых, если что касается всероссийских соревнований юношеской сборной, то они там выступили, наверное, выше своей головы. Во-первых, они в командном зачете в эстафетах заняли 11-13 место. Второе, это у нас появилась, что ли, звезда, да? Это Александр Терентьев, который занял первое и третье место. Причем некоторые думали, что это может быть и случайность, да? Но, тем не менее, на следующих соревнованиях, которые проходили в Сыктывкаре, где Александр опять же отметился первым и третьим местом, он подтвердил свой высокий класс и намерение на будущее. И мы, конечно, надеемся, что Александр и в будущем проявит себя с наилучшей стороны. И, конечно, будем способствовать все, что от нас зависит в развитии этого спортсмена. Ну и других, конечно. Также хочется отметить Татьяну Дроздову, которая выступила также на первенстве России и заняла 16-е место в спринте. Это очень хороший результат. И что касается взрослого возраста, то там у нас отметились Оля и Лена Матвеевы. Они тоже превосходно пробежали марсфонскую дистанцию, одну из сложнейших дисциплин сезона. И, честно говоря, мы все были удивлены, что показали они очень высокий результат. Ну и подтвердили разряд мастера спорта. Лыжный спорт, он достаточно дорогостоящий. И подготовка спортсменов требует достаточно больших затрат. Как финансирование в этом году? После успешного выступления наших спортсменов оно как-то изменится? Или оно останется на прежнем уровне? Все-таки я хотел финансовый вопрос начать с того, что полномочия по финансированию как лыжного спорта, так и других видов спорта до определенного момента находились в Архангельской области. С этого года эти все полномочия перешли в округ. Естественно, картина стала понятна. Конечно, можно сказать о нехватке финансирования по тем или другим вопросам. Но, тем не менее, она сейчас ясна нам, и мы на фоне этого можем уже планировать и прогнозировать дальнейшие мероприятия. И, конечно, это внедряет оптимизм в будущее. Ну, а мы со своей стороны будем, опять же, организовывать так работу, чтобы получать максимальные результаты от тех мероприятий, которые мы проводим. И, конечно, в дальнейшем, надеюсь, что лыжный спорт будет только, ну, в зависимости от тех результатов, которые мы будем показывать, он только будет культивироваться в нашем округе. И со стороны органов власти они, конечно, будут поощряться. Что состава команды наших лыжников? Он останется на следующий год прежним, или, может, появятся какие-то новые лица уже? Кто-то проявил себя в этом году? Состав команды проявил себя в этом году, как я уже говорил, на 5 с плюсом. Естественно, некоторые ребята только первый раз выехали на такие крупные мероприятия, и, по крайней мере, они попробовали свои силы. Что касается сборной округа на следующий год, на следующий сезон, то это будет решаться на ближайшее собрание Федерации лыжных гонок. Мы подойдем к каждому спортсмену, их у нас не так много, индивидуально рассмотрим и примем коллегиальное решение. Роман, я еще хотел уточнить, Александр Терентьев выступил очень достойно на уровне России первое место и подтвердил снова этот результат. А есть ли еще спортсмены, которые, может быть, в ближайшем будущем смогут выступать тоже хорошо на уровне России? На данный момент, чтобы говорить о выступлении на уровне России, надо понимать четкую структуру, как этого всего достичь. Во-первых, чтобы во взрослом возрасте попасть на первенство или чемпионат России, надо набрать так называемые очки. Или они называются в лыжах РУС-пункты. При набирании определенных очков в течение сезона всего, ты, если количество их будет соответствовать выступлению, то тебя допустят на соревнования высокого уровня. Естественно, с этой точки зрения и мы должны подходить к спортсмену, мы должны предоставить ему определенный уровень подготовки, определенную соревновательную практику. Ну и, конечно, очень внимательно отнестись к тренерско-преподавательскому составу, потому что порой от тренера, а тренер у нас в округе, он является и смазчиком-подготовщиком лыж, зависит очень много, если практически не порой и все. Ну, я думаю, мы с вами уже в следующем, в начале следующего года поговорим о том, какие планы будут ставиться и задачи для наших спортсменов. Роман, спасибо вам за интересную информацию. Я напоминаю, что мы подведели итоги лыжного сезона в Ниньском автономном округе, и у меня был в гостях председатель регионального отделения Федерации лыжных гонок России Роман Клистов. На этом все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!